Весь прошлый год, несмотря на беспрецедентные пакеты западных санкций, никаких потрясений для налоговой службы не случилось. Более того, в Рязанской области она темпы только наращивала. По динамике наполнения бюджетов всех уровней, 2022-й был одним из самых результативных. И вовсе не удивительно, что общий манифест Федеральной налоговой службы, закрепляющий принципы работы всех подразделений, был подписан весной прошлого года именно в Рязани. Цифры здесь очень бодрые. По итогам года, без учета акцизов на нефтепродукты, в консидентный бюджет Российской Федерации поступило 117 млрд 252 млн рублей, что на 30 млрд 106 млн рублей или на 34,5% больше показателей 2021 года. Следует отметить, что по нашему региону темп роста поступления в отношении прошлого года выше Российской Федерации на 16,8%. Впрочем, были в докладе Вячеслава Морозова и другие цифры. До 25 млрд, например, выросла общая налоговая задолженность в регионе. С одной стороны, это настораживает, но с другой расширяет потенциал работы налоговой службы. Ну, то есть, резервы есть. В целом же, показатели прошлого года дают почву для сдержанного оптимизма. Ваша работа дает нам возможность развивать регион, говорил губернатор Павел Малков. Сегодня приоритетное значение играет помощь тем, кто защищает Родину. И в целом, работа, связанная с проведением специальной военной операции, с интеграцией, с восстановлением новых регионов, это наша общая задача абсолютно каждого жителя страны. Сейчас практически все услуги налоговой службы переведены в электронные форматы. Об этом говорит весь бизнес абсолютно. Но сегодня налоговая служба, безусловный, лидер в этом вопросе. И это очень удобно для людей. Вот за активную работу в этом направлении отдельная большая благодарность. По фактам уклонения от уплаты налога в прошлом году Рязанскую УФМС работала акцентированно. В этом такая активность станет только выше. А вот количество выездных проверок ведомство сократит. Если, конечно, не будет вопиющих случаев, на которые необходимо реагировать оперативно.